Папа Римского в Мюнхене С детства и юность Декастера прошли во дворценную цель, который благосклонно относился к своему управляющему и его семье. Литературные способности Декастера проявились рано, однако первые литературные опыты еще не говорили о его незаварядном таланте. В начале 50-х Декастер опубликовал палеаль политических статей в различных периодических изданиях, в том числе и весьма влиятельным журналом «Новое обозрение». После окончания Брюссельского университета в 1875 году он примкнул к левому крылу бельгийских либералов и полностью отдался к юристической деятельности. Его статьи характеризуются ярко выложенной демократической направленностью. Декастер становился на защиту бастующих рабочих и выступал с серьезным облучением экономической реакции в полониальной политике, проводимой крупнейшими европейскими странами, осуждал за фактические войны. С 1856 года Декастер активно сотрудничал с демократическим журналом «Ульншпили», в котором публиковал статьи о простых проблемах юристской и международной жизни, выступал в защиту прав плаванцев на самоуправлениях. Из-за финансовых трудностей Декастер поступил на службу в Брюссельский архив, что открыло ему доступ к старинным плавандским фронтам. В архиве также он изучает фаллимон и французский язык 16-18 годов. Материалы этой большой работы послужили основой для сборников рассказов «Пламандские и Венны» 1858 года и «Парабандские рассказы» 1861 года, а также позволили достоверно россоздать в область эпохи Девнадской революции. Рассказы, вошедшие в сборники, были написаны на старых французском языке и основывались на старинных гендах. Эти сборники были из своего рода пробой пера перед созданием легенды в области Шпигеля. Эта книга стала вершиной творчества писателя и поправа вошла в сокровищницу не только бельгийской, но и мировой литературы. А так, а самому писателю книга при жизни и известности не принесла. Шанн Декастер умер 2 мая 1879 года от болезни и дожил до 52 лет. За свою сравнительно короткую жизнь Декастер написал большое количество секундарей, которые не оставили заметного следа в бельгийской поэзии. Также написал целый ряд путевых почерков о своих путешествиях в Голландию, Зеландию и Амстердам. После легенды об Унешпигеле писатель обращался к современной тематике оборования свадебных путешествий. Книга-легенда об Унешпигеле и Ланна Губзеке и их приключениях в собаках, отважных и гостеславных в Голландии и иных странах. Или сокращенная легенда об Унешпигеле была обрекована в 1867 году. Она представляет собой выдающийся памятник западноевропейского романтизма. Запоздавший по сравнению с основной волной романтических произведений, но зато легившийся новым словом в этом направлении. Книга почти сразу облила популярность за пределами Бельгии, но у себя на родине долго оставалась неизданной. Первые издания легенды о Унешпигеле выходили малыми тиражами, были дорогими и не раскупались. Отправной точкой в создании образа Унешпигеля де Кастера послужил герой народных легенд, живший по преданию в Афгангрии в 14 веках. Эти легенды долгое время пользовались популярностью в Германии и Нидерландах, а затем уже были литературно оформлены, напечатаны и переведены на многие языки. В своей книге Шанк Дегерстер переносил главного героя Тиля Унешпигеля из 14 века в 16 веке, в эпоху отчаянной битвы на Нидерландах с ранней зависимости. Книга повествует о жизни Тиля Унешпигеля, родившегося в городе Дану Малафанди в семье убыльщего класса. И так уж совпало, что он родился в один день за будущим королем Испании или во вторым. С самого детства озорной и острый на язык Унешпигель попадает в различные ситуации и переживает множество приключений. Когда в Нидерландах начинается восстание против жестокого испанского правления, к этому восстанию присоединяется и возрослевший Унешпигель, который пережил потери своих близких и независимых позиций. Он участвует в боях с испанским карателем, как на суше, так и на море, попадает в смешные и страшные ситуации, встречает на своем пути как достойных, так и достойных людей. А компанией ему и его приключениях составляют Неля, возлюбленная Тиля, и добродушный толсяк Лама Гудзак, разыскивающий бросившую его жену. Имя Шарля де Кастера с его произведением «Легенда о Унешпигеле» стоит отдельной строкой в истории бельгийской литературы второй половины XIX века и имеет статус классического произведения мировой литературы. А его персонажем Тилю Унешпигелю и его возлюбленной Тиле, олицетворяющим дух и мод Фландрии, в бельгийском городе кнопкой «Установлен памятник». В плотно наших дней легенда о Унешпигеле остается наивысшим достижением бельгийской прозы. А фраза из книги «Питал глаз и стучит в моё сердце» стала миланой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok